Всем привет и народ! Это Киев днём и ночью. Давайте побыстричку вспомним, как начался второй сезон, которого все мы так ждали. Итак, в Киев приехала мама Паши, Лиля. Паша, сын! Которая, как по мгновению волшебной палочки, разрушила уклад жизни всех ребят. Папа, да! Что вообще происходит? Алё! Последствия налицо. Ну или на лице Боти, который поссорился с Викой и до сих пор не может вымолить прощения. Лиля тихонечко живёт с Пашей и Оксаной и пытается помириться с сыном. А что насчёт квартиры? Ты не нашла себе в квартиру, нет? Я не хочу переезжать, пока я не верну его отношения к себе. Ох, ребят, чуть не забыл. Тася. Она беременна от Якова Леонидовича. Я не буду делать забор. Я не буду этого делать. О чём Витя и Маруся пока даже и не подозревают. 30 тысяч к нему. Сколько? И пока Тася не может никому рассказать о своей тайне, тайной Ксюши быстренько воспользовалась Наташа. И вот пока Оксана думает, рассказать Паше или забыть о том, что она переспала с Боди... Мне сейчас так стыдно, что я даже не могу ему смотреть в глаза. Наталья уже решила действовать. Я тебе ничего платить не буду. Как миленькая будешь. Прибежишь и принесёшь. Ух, замесы, народ. Давайте смотреть. Ну, как говорится, каковы встречи, таковы и речи. Чё скажешь, Ксюх? Ты что здесь делаешь? Паша, Паша, она ко мне пришла. Это твои вещи? Она ко мне пришла, Паша. Бери свои вещи и вали отсюда. Она мне кое-что принесла. Выйди отсюда, слышишь меня? Что значит тебе, что ты принесла? Какие у тебя могут быть с ней дела? Заметили, как Лиля зыркнула? Неужто Натаха все Ксюхины секретики продала? Ты какого хрена сюда пришла? Убирайся быстро отсюда. Ты мне и так жизнь испортила. Быстро я тебе сказала. По-доброму. Ну что, рассказала? Ну, Соня, по всему нет, Оксанечка, да? Это не твоё дело. Ты думаешь, я с тобой шучу? Нет, Оксана, я не шучу. И мне нужны деньги. Паша, а что за девушка была? Ты когда-то лучшая подруга Оксаны. Которая пыталась нас рассорить с ней. Но у меня ничего не получилось. Мне не показалась такая милая и очаровательная. Ну, это тебе показалось. Правильно, Паха. Надеюсь, все знают, что делать, когда кажется. Мне здесь мама и вот так вот просто. А здесь ещё Наташа сидит. Я вообще не представляю, что она здесь делает. Давайте я чаёк сделаю. Твой любимый с молочком. Как-то раньше любил. Да какой мой любимый чай? Да откуда ты можешь знать, какой мой любимый чай? Он уже давно не любимый. Паш, меня не было всего три года. Ты думаешь, что я всё забыла? Всего три года. Да, Паш, три года. Обещанного тоже три года ждут. А потом забывают. А иначе я расскажу к тому благоверному Пашеньке и его мамочке Лиле о том, какая у них невестка и любимая девушка. Кстати, Лиля та ещё штучка. Не зря Богдан на ней так был зациклен, да? Успокойся, пожалуйста, родной мой. Ну, вспомни, как у нас всё было хорошо. Как ты... Ну, мы же общались как друзья. Ты мне всё рассказывал. Где ты гулял, с какой девочкой познакомилась. Да когда это было? Когда это было? Ну, не так давно это всё было. Да давно это было. Давно, понимаешь? Чего ты хочешь? Чего ты добиваешься? Объясни. Я хочу, чтобы было всё как прежде. Да не будет всё как прежде. Да потому что. Это невозможно просто, понимаешь? Я достану, Наташа. Я достану тебе деньги. Просто уйди. Я достану. Я тебе передам. Дам. Подарю. Уйди, пожалуйста. Ну, хорошо. А то я уже думала, что тебе наплевать на своё счастье, Оксаночка. Уйди. Просто уйди. Как офигенно в глазах Оксаны видеть страх. Просто, знаете, как бальзам на душу. Вот просто... Ребят, не знаю как вам, а мне вот прям как-то, знаете, захотелось вдогонку запустить чем-то тяжёленьким. Я даже не могла подумать, сколько проблем из-за одной ошибки. Одна ошибка, одна. Протива ради любовника своего, которого я искал. Через всю страну ездил, искал, потому что я думал, что он тебя грозит. Понимаешь? Паша. Бой скалы, хотел убить. Паша, это твоя мама. Понимаешь? Потому что тебе на нас. Насыпай. Собирай свои вещи и уезжай хоть прямо сейчас. То, что Паша говорит, конечно, очень досадно. Но думаю, есть что-то, что заставило Лилю так сделать. Наверняка есть причина её отъезда. А тем более её возврата. Или это халатность просто. Ну, ясно пока здесь ничего. Я понимаю, что мне нужно ждать. Что нужно время. Как это не печально, но нужно время. Большой город, в котором с тобой вдвоём. Здесь моя мечта, я добьюсь и точка. Киев днём и ночью, Киев днём и ночью. Большой город, в котором с тобой вдвоём. Это Киев. Самая эмоциональная столица планеты. И всё благодаря прекрасной половине человечества – женщинам. Потому что именно они наполняют этот город всеми красками своих эмоций. Делая всё окружение ярким и настоящим. Но не без ложки дёгтя. Иногда их эмоции сильнее бульдозера. И как тайфун могут смести всё на своём пути. Вот, к примеру, как Море, которая взялась, мягко говоря, подправить рабочие буги Богдана. Рик, у меня кадр смазался из-за тебя. Так, и шо? Ну, ничего, я вообще-то работаю. Ну, и шо мне? Я шо-то помешаю? Давай, дай мне лавочки посиди, я закончу, поговорим. Богдан, может мне вообще пить-то извиться? Как хочешь. Нет, ты нормальный вообще? Что значит, ты как хочешь? Я работаю, я хочу свою работу качественно сделать. Ну, так это не бизнес, и шо теперь я его контролирую. Нормально, по-моему, всё логично. Нет, не логично. Шо не логично? Ну, не логично, я стараюсь твой бизнес сделать лучше, я стараюсь сделать фотографии качественно. Ты приходишь и контролируешь. Богдан, Богдан, ты мне не можешь послухать? Вообще-то мы тут не одни. Ну и шо мне? Ну и то. Ну, с***. Мне просто интересна одна вещь. Что-то ночью один, а днём другой. Минуточка юмора, потому что, Вика, это Киев днём и ночью. Очевидно. Может, тебе понравилось? Понравилось, красивая девочка, а что? Всё понятно, ничего не меняется в этой жизни. Ты со своей ревностью задрала уже, серьёзно? Серьёзно? Да. А что тебе понятно? Это модель, я фотограф, что тебе понятно? На ночном столе, что ты, дуроньки, забыл одну важную деталь. Тут вообще, главное я. Ох, сказала, как отрезала. Да и вообще, ребят, прекращайте ругаться. Девочка, в конце концов, фоток ждёт. Ну, и ты, главное, фотографируй сама. Успокойся, ради Бога. Вернись, Богдан. Богдан. Что, истеричка? Псих ненормальный? Вернись, я сказала. Нет, блин, ну, подивиться на него. Ты что стала тут стоишь, в платье своим гамняном? Богдан, вернись, я сказала. Я не придурка, блин. Что уже ревность вот здесь просто торчит. Вот здесь просто ревность. Она своей ревностью, она, блядь, не понимает сама то, что она своей ревностью тупо убивает наши отношения. Что моя ревность? А что я его до потолка просто ревную, или что? Вот дерево будет не так стоять, она просто на меня посмотрит, блядь, видит то, что я на дерево посмотрел, и будет ревновать к дереву. Это все из-за этой, блядь, старой кошелки. Знакомой нашей, понимаете? Как ей там? Я не знаю, мне нафиг, как ей звать. Лиля, это, блядь. Все из-за нее, я уверена, потому что все было нормально. Нет же, появилась. Мы вас не ждали, вы приперлись. Прекрасно, мне, короче, что с этим надо делать. Бодь, ну в самом деле, конину с утра из-за девушки вообще не варик. Ребята, а пока тут кто-то, не будем тыкать пальцами, начинает свой день с бутылочки зеленого змея, предлагаю глянуть на более альтернативный подход к утреннему моциону. О, Альбишка, доброе утро. Нет, Альбин, мы тоже видим лепестки. Вопрос в том, кто замахнулся на подвиг. Это Ваня. Альбин, мы тоже видим лепестки. Альбинюс, привет. Китс, а ты оценила все романтик? Я? Зайчик, смотри, оценила твой романтик ровно вот так. Спасибо. Китсушка, ну... Ты сказать мне что-то еще хочешь? Малыш, ну я старался так. Я думал, ты оценишь. А когда мужики свои мутил, тоже старался, да? Мне вот эта вся твоя хрень не нужна вообще ни разу, понял? Котенок, поверь, когда мутил, тоже старался. Мне, я сказала, не надо ничего все этого. Вот, вот, сам бери, ешь, радуйся. И, кстати, чтобы вот это вот все убрал, понял? Малышка, если бы ты хотела... Вот взял и убрал, все. Отсюда бы начали. Котеночка, ну куда ты, родная моя? Ладно, есть еще в припасе. Пара-пара-пам. Генщик, ты бы поосторожнее с такими нежданчиками, а то будет как в анекдоте. Добрая и сильная девочка насмерть закидала утку хлебом. В таких делах нужно действовать тихо и постепенно. Правильно, Альбин. Быстро поднятая вообще упавшим не считается. Все норм. Любовь моя, романтик продолжается. Че? Ты не нравится? Я старался. Вот ты дурак реально? Ну че дурак? Я знаю, чего тебе не хватало. На! Я всегда знал, чтобы тебе есть вот такое чертовское. Даже не вздумай. Я сказала, даже не вздумай, Гена. Не надо мне. Гена, нет, уйди от меня. Вали. Гена, ты что? Слушай, я обожаю, коты злиться. Я просто обожаю. Ёлки зелёные. Романтика, как по мне, мало, пахнет. Так, всё, хватит. Вот детским садом, да. Просто идиот. Ну че идиот? Ай, блин. Дрёпьте. Пицца, малыш, ну что ж ты наделала? Вишенька упала с дерева, как говорится, соспела. Созрела. Очень напугала, сильно напугала. Зря она, зря она. Надо было так дёргаться, только не здесь. Малышечка. Гена, не трогай меня, пожалуйста. Ген, ну перестань. Ген, не слушай её. Эффект бабочки нам ни к чему. Здесь пушинку уронишь, там оболонь накроют. Кстати, если уже зашла тема об эффекте бабочки, предлагаю наведаться к Тасе, которая, как никто другой в этом городе, знает, что будет в животе, если затусить в другом месте с учителем. Помните, да? Привет. Привет. Не понял, а ты чего плачешь, что случилось? Нормально всё. Тай, когда нормально, я не плачу. Да, конечно. Тебя это интересует? Ну, конечно, интересует. Садись сюда, я хочу с тобой поговорить. Зачем? Ну как, я хочу вообще узнать, что у тебя в жизни делается, почему ты плачешь и, ну, как бы... Пап, ну только не включай сейчас психолога какого-то. Садись давай сюда. Нифига себе, это что, типа отцовская забота? Ну да. Класс. Круто. Да, не слышал. Что с тобой случилось? Что ты плачешь? Рассказывай. Всё нормально. Точно? Да, точно. Ещё что-то? Что делать? Ну, не знаю, там, с учёбой проблемы какие-то. Что случилось? Типа с учёбой, да. Типа с проблемой. С учёбой. Ну, давайте этого, как, репетиторами. А есть у меня уже репетитор, папа, спасибо, репетируем. Может, ты влюбилась, Тайка? Издеваешься, что ли? Что-то странно. Ты сейчас хочешь об этом говорить, да? Я не хочу лично об этом говорить. Давай закроем тему. Сто пудом влюбилась. Папа, пожалуйста, ты можешь не лезть в мою жизнь. Тась, ну ты чего? В коем-то веке папка помочь решил. Вы меня сотрали, брат. Тонра, проще, Тай. Да я вас ненавижу просто, пап. Что с тобой случилось, Тай? На, ***, лезь в мою жизнь. Ну, не гавы, это делай. Попойся, ты что? Тая. Мама. Стоп. Блин, Тай, алло. Маша! Что случилось? Боже, Витя, что случилось? Тая, что случилось? Таечка, Тая, что случилось? Таечка, Тай. Она что, воварку упала? Дышит? Витя, подними ее, блин, ну что ты смотришь на нее? Подними, она штырь принесу. Блин. Боже, кошмар. Витя, что произошло? Да я... Что ты с ней сделал? Да ничего я не делала. Она стояла. Боже, кошмар какой, ну что же происходит такое? Таечка, Тая. Тая. Давай, 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 отходи. Давай, давай, просыпайся, давай. Ну. Тая. Эй. Все хорошо? Да. Боже, кошмар. Блин, Маша, может это скорую? Я не знаю. Маша. Конечно, скорую. Нет, нет, только не скорую. Тася, что это еще только не скорую? Что произошло? Не надо, не надо, не надо скорую. Мамочка, все хорошо. Я просто целую ночь экзаменом готовилась. Мне плохо стало. Немножко чуть-чуть. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Правда, все хорошо? Все хорошо. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Блин, Тась, доведешь ты, конечно, родителей до ручки. И нас с ними. Точно? Да, да. Спасибо. У тебя болит что-нибудь? Нет, все хорошо, правда. Я действительно просто готовилась очень сильно. Пошли, пускай можете. Когда я звоню тебе? Вскорую. Уже немножечко осталось. Ты уверена там? Да, но там не один экзамен. Там очень-очень много. Я очень-очень много. Ну, конечно, не один. Кроме литературы и химии, экзамен на материнство. Ты меня испугал очень. Ты уверена, что все в порядке, Та? Да, все хорошо. Так, через час я зайду. Хорошо. Хорошо? Пускай спит через час. Витя, что произошло? Ну, блин, ничего не произошло. Что я? Что случилось? Ну, что? Та, вопрос, конечно, банальный, но что дальше делать будешь? Я же ушел, и родители и мать так и ссорятся. А я осталась одна. Я не знаю, что мне делать. Мне очень страшно. Да, Та, страшно, но, как говорится, сердце матери неиссякаемый источник чудес. Главное не опускать руки заблаговременно. Ксюх, прикинь, сегодня утром выхожу с комнаты, а Гена решил мне подарок сделать. От комнаты до кухни насыпал лепестков роз, спускаюсь на кухню, там стоит торт. Ну, мне типа хотелось этот торт съесть, но я же понимаю, что он от Гены, я же не могу его есть. И поэтому я нашла выход из ситуации, и я начала бросаться этим тортом. Боже, это такой крутой выбор. Тот случай, когда женская логика, как хвост у ящерицы. Если мешает, можно откинуть. Ну, ты кидаешь человека, короче, это очень круто было. Ну, ты, Альбина, с этим Геной поаккуратней. Да я знаю, но... Я знаю. Так, а что с тобой? Ты мне скажи, ты вот после вчерашнего встречи с Наташей, ты очень изменилась. Она тебе что-то сказала такое, или все нормально? Да нет, нет, все нормально. Что она приходила вообще? Хорошо. Да так... В подружке опять набивается, что ли. В подружке? Угу. Серьезно? Она вообще без страха, что ли? Не знаю, бессмертная, бесстрашная. В подружке? Даже не подпускай ее к себе. Алло. Алло, привет, дорогая. Ну что, ты подумала по поводу денег, а? Да, подумала. Ну и когда они будут у меня, а? Будут. Будут вечером. Ну смотри, Оксаночка. Хорошо. Вот тебе и бессмертная подруга. Я найду слова тогда, когда я буду уверена, что Паша меня услышит. А сейчас… А сейчас мне нужно чуть-чуть время. Я готова заплатить Наташе эти деньги. И все. И пускай отстанет от меня уже. О! А это ж вас Движенко. Он в том месте я бы хату хотел. О! А вот уже кто-то слезами мой район заливает. Жалко. Не трогай. Не трогай. Я уже не могу, понимаешь? Не могу. Я уже не могу. Ну чего? Ну не может у меня быть все нормально. Ты понимаешь? Ну что у нас все хорошо с Богданом. Все прекрасно. Лучше быть не может. А днем, понимаешь, он с вами обращается, значит я не знаю с кем. Может послать меня. Фиркнуть мене. Просто так больно. Я не могу уже. Все, что я строила так, выстраивала. Стихи времени, сил. Все просто вот так. Ты думаешь, это из-за Лили, да? Не знаю я. Что он в ней нашел? Честно говоря, не знаю. Но она как бы красивая, да? Ну породистая. Наташа, она старая. Прошу внести поправочку, господа. Не старая, а опытная. Ты молодая, сексуальная, красивая баба в самом расцвете сил. Ну чего ты так переживаешь? Ну он по-любому выберет тебя. Да не хочу я, Наташа, чтобы он меня выбирал. Он мой, только мой. Ты это понимаешь? Даже не знаю. Ну давай проследим за ним. Давай посмотрим. А если спали? Да не спали. Это будут обидки, уже проследили. Да я тебя умоляю. Ну я считаю, что я могу с этой ситуацией поиметь выгоду. Я хочу, могу и делаю. Почему нет? Да верься, вот все будет хорошо. Хорошо? Вот давай проследим, давай попробуем. Чего нет? Чем больше Богдан будет ошибаться, тем больше Вика будет рядом со мной. И соответственно будет под моим конкретным присмотром. А точнее руководством. Наташ, знаем мы твое руководство. Вон Ксюха так наруководила, что бедосит до сих пор не может прийти в себя. Так, Ксюх. Что-то я не пойму, к чему это украшенческая ревизия. Как-то слишком много непоняток. Ай блин, Ксюха! И что же это мы интересно делаем такое? Ну, просто сейчас в Киеве много краж, и я хочу сдать вот это все в банк, в сейф. Красивое колечко. Это Паша подарил? Да. Да. Какой потрясающий вкус все-таки у моего сына. Весь меня. Огранка, чистота. Можно? Богатый, молодой, красивый. Так тебя любят. Цени его, дорогая. Спасибо. Иначе потерять можно и не найти больше. А, кстати, Лилия, там Паша просил поговорить с вами. Я нашла квартиру, ну, насчет вашего переезда. Я нашла, потом посмотрим. Хорошо? Конечно, посмотрим. Нашла, молодец. Я-то, конечно, перееду, но вначале с сыночком поговорю своим. Я думаю, что мне есть о чем. Да, Окса? Ну, мне точно не послышалось. Я услышала, как она мне угрожала. Так тонко, в своем стиле, как она умеет. Я, я не знаю, может, ей Наташа рассказала. Ну, я не, ну, я не думаю. Нет, нет, она бы, ну, она бы сказала. Какая бы она не была, но она бы рассказала. Нет, а может, бы не рассказала. Всего хорошего. Тут что-то не то, и чем дальше, тем становится интереснее. Меня интуиция явно не подводит. И, конечно же, я разгадаю эту загадку. И открою глаза наконец-то своему сыну на эту девушку. Ребзи, а вот кого забыли, так это Саню с Улей. Начинается, ты представляешь, как так можно ехать? Как так можно ехать? Нет, 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 нет. Стоп, подожди, что Саша? Ёлкины палки. Фух, закружила, закружила меня. Пожалуйста, поспокойнее, умоляю тебя. Поспокойнее, как можно поспокойнее, если только на положительных эмоциях можно выздороветь. Правильно, хорошо. И очень-очень круто. Теперь покупаться нужно, да, правильно? Перестань, ты что делаешь? Дурачок. Где у тебя этот блокиратор? Молодец, сама поставила. Саша. Видишь, ты на положительных эмоциях уже знаешь, что делать. Мне нельзя такой, как? Твою голову пришло вообще вытянуть. Мне лежать нужно, не двигаться, мне еле собрали. Ты пытаешься плакать сквозь улыбку? Как это мило. Иди сюда. Что? Иди сюда. Что такое? Кошке скажу тебе. Вот это кайф. Вот это ломануло. Вот это ломануло. Так ломануло. А тучи какие-то. По-моему, я увидел небеса по-другому. Целуй меня, пожалуйста, Саша. Что? Пацелуй, пожалуйста. Ах, как же врачебная этика. Какие поцелуи. У меня начался новый стартап по завоеванию Ульяны. Миссия почти выполнена. Она просила меня ее поцеловать. Это поможет мне выздороветь намного быстрее. Понимаешь? Так, я врач, я знаю, что поможет. Дружба и правильные теплые отношения тебе помогут. Ну и, конечно же, положительные эмоции. Снял Бог? Да. Молодец. И правильные положительные эмоции. Не, ну вы видели, Риан? Круто. Я сейчас играю в неприступную крепость, а у нее уже такой легкий стокгольмский синдром начался. Сейчас, чем больше цену надьют, тем, походу, результат будет более крут. Звучит красиво. Посмотрим, конечно, что с этого выйдет, ибо Тася когда-то тоже была пленницей крепости по имени Яков Леонидович. А теперь это крепость отец ее ребенка. Ну, привет. Ну? Давай отойдем не здесь. И сколько мы идти так будем? Сколько нужно, столько и будем идти. Классно. Круто. Угу. Невеста не бережет, да? Угу. Зато ты бережешь, я вижу очень сильно. Я берегла. Я бы очень берегла. Звонит, когда я с невестой отдыхаю, я вскочил, споткнулся. Вот, пожалуйста. Заработал еще перелом ноги себе. Ты врача нашла? Нашла. Мало-то на операцию нужны деньги хрен знает сколько, так еще на этот аборт. Непонятно. Значит так, здесь должно хватить. Сделай это как можно быстрее. Угу. Не твой день. Чтобы у меня не было никаких проблем. Фиг, гайся. Яша, у тебя что, бриллиантовая нога? Или ты почку продал? Быстро ж ты проблему порешал. Это деньги-то не мои. Взял у невесты, просто можно сказать украл. Она даже не знает, что я их взял. Она собирала на нашу свадьбу. А, вот оно что. Плюс еще один достойный поступок. Красавец. Ну, на прощание хотя бы поцелуй. Да, может тебе еще секс на прощание вот здесь устроить прощальный? Ну, Яша. Ну, Яша. Ну, ты чего? Ну, Яша. Все. Яша. Иди. Ну, подожди, ну, пожалуйста. Какой поцелуй? Иди. Ну, я скучала очень сильно, правда. Очень, 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 очень. Очень. Яш, Яш. Яшенька. Ну. Тайя, иди отсюда, если кто-то увидит. Ну, Яша. Пускай берет деньги. Там должно хватить на любую, на любой аборт, на любую процедуру. Пускай решает свои проблемы. И я больше ее не хочу видеть вообще. За помощь, спасибо. Мне просто интересно, почему он думает, что вот так вот все может закончиться. Вот эти жалкие 30 тысяч, это все, что мне надо? А, нет. Это не все, что мне надо. А сейчас вы видите редкий вид самку богомола Тасю. Она питается полностью всем. И деньгами, и родительскими нервами, и мужчинами. От последних даже костылей не остается. Очень милое существо. Пойдемте дальше. Здесь у нас самая обычная самочка. Вид домашняя Ксюшка. Привет. Ну да. Привет. Привет, Саша. Да, ну я. Привет. Привет. Что? Ничего, соскучился с тобой. Вот и приехал. Ты как, все нормально? Да, да, все хорошо. Кстати, ты с мамой поговорила? Паша, честно, ну, я для твоей мамы не авторитет. Ты должен поговорить с ней сам. Она тебя послушается, ты сын. Кто я ей? Да хоть бы в чем-то мне помогла. Ну ладно, ладно, я с этим разберусь. Это, я думаю, мы решим это скоро. А что насчет свадьбы? Я буду, я буду готова на свадьбу только тогда, когда я расскажу Паше о Богдане. Я сейчас не готова. Я хочу… Ну что значит не готова? Ну серьезно, ну мы же все решили, правильно? Решили, да. Ну все нормально. Нам никто в этот раз не помешает. Никакие Наташи. Мы уже обо всем договорились. Все хорошо, правильно? Ну… А работа? А что работа? А на кого я работу поставлю? Ну вон у тебя бинка есть. Все, я пойду погуляю, хорошо? Если ты здесь, да, если что? Да, хорошо. Ну едем куда-то на месяц, и что? Оксана, честно, это похоже все на какие-то отговорки. Может я чего-то не знаю, ты мне чего-то не договариваешь. Ты хочешь, чтобы мы сейчас здесь сняли отношения? Да, я хочу. Именно для этого я и приехал. Здесь? Именно сейчас, да? Да, мне нормально здесь, сейчас. Отлично. Слышите? Да, все слышите там. Да, да. Какая разница? Сюрприз. Дружная семейка вся в сборе. ПОЕТ Так, где Сёма? Мне срочно нужно кого-то поняшить. Успокоить нервнички. А, вот ты где! Семеном. В руках. Ой, хорошо, у вас не дергаться моя партнершка, милая. Тан-тан-тан-тан-тан. Так, подожди. И пов biraz. И шляпа сначала. Офицер скажет. Так, ты что-то там вообще наснимала или нет? Наснимала, все бросай, ему, наверное, уже укачала, бедняга. Да не укачала, смотри, в ритме танца не укачивает, это кайф. Иди сюда, иди ко мне. Офицер к Дане со спущенным кашкетом готов подойти. Не знаю, поцелуй, пожалуйста. Друзья, к настоящему не тёмнуют. Ты, майный ходи. Что, что несёт? Так, подожди. Так, где Сёма? Мадам, вы же понимаете, что мы вроде так-то не ели. А офицер голодный, ещё и без усов, должен забрать усы, накормить енота. Саша, Саша! Я понимаю, что я сейчас, конечно, выгляжу не айс, но почему он меня взял про динамину? Ну, круто, круто. Малая ведётся. Главное, самому честь соблюдать офицерскую, так сказать, и не сдаться до финала. Алехандро, слышь ты, Казанова деревянный, ты не переигрывай, смотри, чтобы потом сам Улю не умолял поцеловать. Оксаночка, пришла попробовать твой прекрасный светбургер? Да, да. Столько наслышано. Сделаешь? Хорошо сделаю, конечно. Ну, и что с твоим лицом? Что с моим лицом? Ну, не знаю. Почему ты не на работе здесь? Ну, потому что я приехал сюда выпить кофе, увидеть любимую. Без посторонних людей. А кто у нас посторонний? Думай, как хочешь. Хорошо, я поняла. Пойду туда, где меня рады. Очень хорошо. Ну, прекрасно. Смотри, не пожалей только. Мам. А куда мама ушла? Ушла. Вы поссорились, да? Да, мы поссорились, Оксан. Паша, как ты с мамой вообще разговариваешь? Оксан, давай ты не будешь меня учить, как мне еще с мамой разговаривать, хорошо? А при чем здесь я? Почему ты на меня кришь? Да ни при чем. Ты хотела выяснить отношения. Я не хотела. Давай выясним. Эу, Паш, спокойненько, не заводимся. Я не хотела выяснить. Хорошо, не будем. Хорошо, вообще не будем, Оксан. В общем, это все из-за мамы. Серьезно, это все из-за мамы. Потому что, когда раньше мамы не было, у нас с Оксаной все было нормально. Появилась мама, все. Одна на меня обиделась, вторая на меня обидела. Серьезно, ну сколько можно? Мне уже осточертело это все. Серьезно, да пошла она все нахуй. Пока все идет там-тарарам. Давайте мы лучше к ребятам на квартирку заглянем. Ребят, кто не смотрел первый сезон? Хотя, что я говорю. Есть кто живой? Это Витя, хозяин квартиры. Если он так нежданно-негаданно завалился к ребятам, то верняково закапуней или разгрузить холодильник от хавки. О, Витечек, здорово. Чего кричишь? О, привет. Папа, это ты, сказала зебра, увидев пианино. Так все вроде гладенькое шло по жизни. Блин, Генка, ты меня тоже пойми, блин. У меня сейчас запара такая по пандос, блин, а он таксует, блин. Мне не хватает, блин, ни на тренировках, ни... Витек, если честно, блин, я тебя, ну, понимаю, мне самому неприятно. Ты и так мне хорошо отнесся, пустил сюда на заячных правах, блин. Я думаю, в ближайшее время, блин, я отдам все сполна, блин. Любая наличка, которая появится, она вся будет твоей. Слушай, блин, такое говно на душе, блин. Да я понимаю, блин, потому что я сам когда сюда в Киев приехал, у меня тут вообще было жопа полная. Слышишь, составь компанию, будь другом, давай мы к нему. Ну, мужики, с виду два головореза, а на свою жизнь уже жалобную книгу. Ну, строчили Аки торговки в метро. Все верну до копейки, дай трохи воздуха набрать, не туши. Окей? От толку его сейчас щемить, ну, буду я его щемить, все равно я от него ничего не получу. Поэтому, мне кажется, лучше, наверное, скорее его поддержать, даже в чем-то помочь. Ну, не знаю, хотя бы разговором, там, словом добрым. Так, девочки, давайте не увлекаемся алкоголем, женский алкоголизм неизлечимый. Да и мужской, честно говоря, не очень ок. Помним, да, Бодя с самого утра тоже сам собой черковался. О-о-о. Ну и как бы продолжает. Можно в двойной виске, пожалуйста? Так, секундочку, внимание. Закон подлости в чистом виде. Спасибо, у меня все. Во всем Киеве, где сотни баров, мой товарищ пришел именно в мой любимый бар. Там, где я хотел забыть о проблемах, которые связаны не в последнюю очередь с ним. Повторите, пожалуйста. А я смотрю, ты так основательно решил сегодня упиться, да? А ты тут чего? Того же, чего и ты. Похоже. Ну, давай. За что вообще-то? А сейчас для женщин. Дамы, вот только что вы наблюдали, как у мужиков все просто. В отличие от китайских судоку. По крайней мере, он молчит, не лезет ко мне в душ. Поэтому какая разница, с кем напиться? За мужиков. Слушайте, сегодня что, среда? Чего все заливаются? Огурчики у тебя хорошие. Слепая Альбинка носом пузыри не дул, а женился бы уже. А все будет у вас хорошо. А ты о нас поначалу такая. Ты что же должен понять? Это же баба, понимаешь, они все такие. Ну, а моя какая? Слегка на фамилии. Что, кардиоз? Тоните. Не хочу. Давай, наливай. Я не закатил углеводы? Остану ее, блин. Спалить. Вроде бы нормально, вроде бы сошлись. Все, медовый месяц, вся фигня, все классно, все здорово. Опять все по-старому пошло, опять скандалы. Нафиг оно мне надо. Ну, реально, Генка, я устал уже. Не знаю, я, короче, если честно, я уже жалею, короче, что мы сошлись с ней. Потому что... Слышишь, наверное, два раза в одну лунку не войдешь. Ну, вот началось. Вот капаленая, наверное, попалась, да? Короче, Генка, блин, это Киев, блин. Киев любит бабки. Киев любит, короче, мужиков с бабками. Вот что я понимаю. Потому что я запарился вот это. Таксовать вот это, тренировать надо что-нибудь. Давай дерматиновыми курточками китайскими торговать. Можно неплохо на них зарабатывать. Давай, за новый бизнес. Может, на трезвую еще раз обдумаем бизнес-план? А что? Давай. Я тяжело схожусь с людьми. Я очень редко перехожу на «ты» и впускаю к себе в душу. Ну, видите, я хороший парень. Я думаю, это тот человек, с которым можно иметь дело и с которым все получится. Так, перепроверю, что там братва в баре. Наслаждайтесь. Ты мне одно объясни, что ты мне и нашел. Ну, серьезно. Вот ты вот интересный. Я – да. Ну, у нас так вышло, что у нас есть с ним одна женщина, которая, которую, что ему жизнь поломала, что мне жизнь поломала в свое время. Это твоя мама. Я знаю. Так, а что я в ней нашел, Паш? Ну, интересно мне. Ну, она красивая, она умная, классная просто, понимаешь? А что она в тебе нашла? Ну, как вы познакомились вообще? Где вы познакомились? Как это вообще все случилось? Короче. Хожу я такой с подносом в яхт-клубе дорогом, расставляю олигархам напитки, и на меня никто тупо не обращает внимания, понимаешь? Ну, тупо все такие, ну, поняли, да, бузатые сидят. А Лиля, она меня заметила и заговорила, и появилась себя как нормальный человек. Да, она добрая. Понимаешь? И вот как-то, я не знаю, она проявила интерес, и мне как-то стало интересно, и мы с ней говорили, и вот как будто меня, знаешь, как будто я в небеса прям взлетел, вот нашел музу свою, что ли, и вот как-то вот так вот прям. Вот понимаешь? И вот я, вот я не знаю, как тебе объяснить. Ну, и что дальше? Ну, что дальше? Ну, я понял, то, что я влюбился в ней. Ребят, буду кэпом, но, как говорится, уже смеркалось. Наша любимая бизнес-луйка Альвинка свое уже отработала. Альбина Карловна, привет. Привет. Че ты пришел? Провести тебя. Что ты хочешь от меня? Спасти тебя от летучих бэтменов. Можешь стоять на месте? Че ты наступаешь на меня? Могу. Спасти меня от летучих бэтменов? Да. Спасибо большое. Я взрослая девочка, я сама дойду. Хватит, чтобы выходить. Надоел. Ты уже неоднократно показала. Боже, ты еще и пьяный. Господи. Ты что, алкаш, что ли? Какой алкаш? Это саке. Он очень полезный. Да, зови меня Гена Сан. Вон, иди, пей свое саке. За мной ходить не надо, я сама дойду домой. Понятно? Альбина, вы что? Сам мистер Гена Сан, бизнесмен по кожзам изделиям, подающий очень великие и перспективные надежды, предлагает вас навести до дома. О чем здесь думают? Конечно, нет. Никогда. Ты не вобьешь себе это в голову свою тупую? Прости. Тебя ноги не держат, что ли? Держат. Нажрался? Держат. Удачи, алкоголик, иди пей дальше. Да не прощу я его, он тупой, что ли, вообще не понимает. Сколько можно за мной ходить? Уже вот здесь, честно. Прости, Альбинец, прости. Альбина, ну куда же ты, ну? Интересно, когда Гена гул по собачьей в голове у него крутилась, только покажите мне стиль собачки. Блин, я это вслух сказал сейчас. А сейчас, знаешь, самое смешное? Сейчас она появляется и говорит, привет. Да-да-да, то же самое. Мы с тобой столько не виделись. Иди сюда. Да-да-да, чаек тебе сделаю. Все нормально. Я там, короче, тебе все сделаю. Какой нахрен нормально. То же самое, она еще живет сейчас с нами. Ты понимаешь? Ах, х**. Меня это бесит все. Оксана из-за этого бесится. Я обешусь. Оксана из-за этого бесится? Я не могу, да. У меня у Вики вообще к лрыше тупо поехало. Да, короче, пошло это все нахрен. Этеншн. Картина, как богатыри бабам Кости плоскали. Вам тупо проблемы какие-то? Да я согласен. Вот, честно, я реально никогда бы не мог подумать, что, если можно так сказать, мой злейший враг, да, с которым мы все время вот так вот, ну, и драки, и все это, все, ну, что он меня поймет лучше всех. И давай я заплачу. Я заплачу. Да, ну ладно, плати, окей. Мне кажется, вот, если бы в параллельной вселенной не было вот этого всего багажа наших с ним отношений, таких непонятных, вот этих всех терок, то, возможно, мы даже и друзья дружили. Ну, честно, как с другом поселил, как с лучшим другом поселил. Ничего не понял, как так вышло, кореш или нет? Ну, одно вижу ясно. Алкоголь – очень странный эликсир. Одни стоят корешами, другие искренне, простите, быдлом. Девочка, стой. Здравствуйте. Как дела? Давай познакомимся. Вам нечем заняться, что ли? К людям приставать? Рыцари, на работу устроитесь. Вы же нормально. Стой, стой. Вот на такую работу, нефиг с фигней страдать. Так, отвалите, придурки, что вы хотите? Не лягайте меня. Э, 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 а ну бегом от нее разошлись, слышишь? Эл, э, э, кто-нибудь? Вот она, современная сказка. Сидевший супермен спасает свою вандервумен. Гена, вставай, пожалуйста, Гена. Поднимайся, поднимайся. Идем домой, Ген. Уроды. Боже мой, спасибо тебе большое. Это не привыкать, получать по носу, это чепуха. Главное, что Альбина теперь стопроцентно будет моей, потому что уход за больным и любовь до гроба. Английский пациент, одним словом. Кенчик, за поступок респект. Ну, как я и говорил в начале, женщины правят балом. Только женщины решают, капризничать им или заботиться. Иногда за нашей спиной они совершают необдуманные поступки. Я хочу сдать украшения. И делают все возможное, чтобы любой ценой изменить случившееся, не думая о последствиях. Спасибо большое. Только женщина мастерски меняет гнев на милость. Но даже в самой маленькой девочке скрывается холодная и расчетливая дама. Но какие бы поступки не совершала женщина, мужчины должны помнить, что она прежде всего мама. Привет. Мама, которая сделает все, чтобы защитить своего ребенка. Давай, давай отойдем в сторону. Окей. Зачем пришла? Соскучилась просто. Я же сказал тебе, забудь сюда дорогу, вообще. Я с тобой рассчитался, я тебе ничего не должен. Ты к врачу уже записалась? Нет. А чего пришла тогда сюда? Я подарок тебе хотела тоже показать. Какой еще подарок? Вот. Смотри. Красивое? Это что такое? Это кольцо новое. М? Я просто решила, что мне так будет спокойней. Ну, на душе. Ты на что деньги потратила, которые я тебе дал? Кстати, мне нужна будет новая одежда. Потому что, ну, как бы, я скоро поправлюсь немножко. Ну, животик вырастет, все делишки, надо будет как-то... Какой животик? Ты что несешь, б***ь? Яш, я решила рожать. И знаешь, я даже родителям сказала, да. Я решилась и сказала родителям. Просто, нет, они немножечко покричали и все. То есть, ну, я им сказала, что это мужчина, все хорошо, у него есть работа и деньги, все, и мы будем... Какой мужчина? Ты что несешь? Ты что, про меня рассказала? Да нет, Яш, успокойся, нет, я им не говорила, все, все хорошо, правда. Ну, я просто решила, так будет лучше для нас. Ты что мне, б***ь, жизнь хочешь испортить или что, б***ь? Я испортила? Ты же знаешь прекрасно, у меня есть моя личная жизнь, ты в нее не входишь, б***ь. А, значит, можно мной воспользоваться, потом заплатить мне деньги, а потом до свидания. Нет, Яш, так не будет. Знаешь почему? Потому что я хочу от тебя ребенка. Я хочу от тебя ребенка, может, потому что я люблю тебя. Да я, б***ь, я тебя, б***ь, не люблю, я тебя ненавижу, б***ь. Ты меня, б***ь, хочешь поломать, б***ь, испортить ее, б***ь. Да ты убью меня, б***ь, 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 б***ь.